Всем добрый день! Сегодня у нас довольно редкий авто. Это i30, он у нас турбодизель с объемом 1.4. Также у нас есть похожие, очень похожие моторы, которые объемом 1.6 и 1.7. Но 1.4 отличается тем, что у него стоит топливная система Delphi и топливный насос тоже стоит Delphi. Вроде бы с виду можно сказать, что здесь стоит 1.6, но это не так. То есть тут стоит 1.4. Малыша у этого пробег сейчас составляет 237 тысяч и с ним практически, по словам хозяина, никто ничего не делал. Но появилась проблема, по утрам стало холодно и она не заводится. Здесь же у нас она в техцентре была у ребят. Ребята сняли шину свечей накала проверить, то есть проверили, приходит ли питание. Не знаю, как это все проверялось. Выяснилось, что три свечи не откручиваются, откручивается всего одна. И свечи накала, которые даже не откручиваются, все целое. И так они здесь тыркались-тыркались, маялись-маялись и в итоге направили его ко мне. Я диагностику делаю по утрам. Прихожу к 7, не знаю, 8-9, выхожу утром, чтобы машина стоялась ночь, тогда она дает мне полные данные. И так же произошло сегодня с ней. Подключаем диагностику. Первое, что мы делаем, даже диагностику сразу не подключаем. Первое, что мы делаем, это проверяем, сколько приходит вольт, сколько держит на шину свечей накала. Вот у нас здесь уходит проводочек шина, силовой провод. И пошел. Там сзади стоят свечи накала. Плюс бросаем обязательно не на кабель нигде, а именно на шину, ниже там алюминиевую. Так как во многих моторах, вот даже с Santa Fe 2.2, там двухлитровую, есть проблема, сгорает шина. Поэтому на самой мере. И туда приходило не 12 вольт, а 9. И когда я пытался найти контакт, что-то там происходило, то есть питание-то появлялось, что и вот из-за вот этой теплозащиты, вот она, теплозащита, шли какие-то нехорошие звуки. Такое чувство, что там плохой контакт. Мы взяли уже шину сразу. Я туда еще не заглядывал, не снимал, но, то есть по тем звукам, которые я услышал, я так понял, что там отгорело между алюминиевой и медной частью провода. Блин, ну сейчас мне еще не получится нормальное вычесть. Видите, что произошло тут? Придется воровским способом уничтожать ее. Это в практике у меня будет, получается, на двигателях, на этой линейке этого двигателя, то есть который объемом 1,4, 1,6 и 1,7. 1,7, кстати, он крайне редко, я с ним сталкиваюсь. Он у нас бывает иногда на Kia Soul, ну, в большей части, на Kia Sportage. Также они ставятся, то есть у нас на Kia Seed еще. И вот здесь, вот, получается, там основной провод, и вот здесь внутри, вот этот у нас теплозащита, если вдруг греется контакт и сгорает, то он у нас не вспыхнет, не загорится. Вот, он у нас перекрывает. И оттуда шли какие-то нехорошие звуки, как будто бы плохой контакт, что-то там искрит или шипит, ну, что-то такое. Сейчас снимем и посмотрим. И также, также к этому уже много раз говорил, что у нас датчик массы расхода воздуха. В нем два датчика. Один считывает скорость воздуха, второй считывает температуру. Так вот, тот, который считывает, он обманывает в плюс на 3-3,5 градуса. В отличие от датчика температуры топлива и датчика охлаждающей жидкости. Эти три датчика должны показать одну и ту же температуру. Но датчик, который корректирует у нас предпрыск топлива, то есть для запуска, и прогрев свечей накала обманывает на 3-3,5 градуса. То есть это немного, но все же, то есть факт. Причиной у нас может быть неисправность самого датчика, но, как чаще это происходит, на самом датчике температуры, который находится внутри, есть некое количество сажи, поэтому он нас обманывает. Поэтому мы этот датчик снимем, посмотрим, грязный, не грязный. Если грязный, то мы его моем, а потом еще рассмотрим. Но температуру мы уже сегодня не сможем увидеть, потому что будет разница. Для того, чтобы узнать точно, нам надо будет, опять же, оставлять ее. Но мы этого не будем делать. То есть он у нас, если все будет хорошо, значит хорошо. Если нет, то он будет под замену в рекомендации. Сейчас снимаем шину свечей накала. Здесь вот у нас турбинки шланчика. Она, конечно, холодненькая еще. Не все так просто здесь. Так, ну что, вытаскиваем. Да, вот это она. Так, сейчас попробуем. То есть нам надо вскрыть шину. Здесь же ножичек вот этот он делся. Что он был здесь? Вот сегодня утром, когда я ее шевелил. Она шипела здесь, как змея. Вот она. Горела уже. Да, вот он весь провод выгорел. Вот где кабель порылся, да? Да, да, да. Вот и вся ваша беда. Ну вот сейчас новую все поставим. И свои 5-6 лет она отслужит. Сейчас поглядим, что у нас тут с датчиком еще. Может быть, его на все 230 тысяч никто ничего не снимал, не делал. Я думаю, что его никто не снимал. И уверен, что его не делали. Обманывает он ненамного, но... Но обманывает. Зимой, да, он будет. Вот с этой стороны неплохо. А вот с той стороны, конечно, грязь есть. Вот он внутри, как раз на датчике. Датчик должен прям ярко, выраженно светиться таким оранжевым. Мы будем мыть вовнутрь его. И как раз он нам покажет, сколько здесь будет грязи внутри. Ну как, как бы, более-менее визуально будет видно, что. Ну мыть, конечно, с той стороны. Грязная. И отсюда сейчас самое основное. Да, да. Ну основная грязь вот здесь, с этой стороны. Сейчас мы помоем, мы должны увидеть датчик температуры. Он был в грязи, его не было видно. Да, 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 вот теперь его видно. Вот он теперь чистенький весь. По датчикам масса расхода воздуха старайтесь с сжатым воздухом не дуть. То есть это может привести к сломанному датчику. Ну там лопается лак, там два усика у нас идет, и на конце датчика стоит. Вот, она может лопнуть. Ну и очистителем карбюратора тоже не стоит этого делать. Это может плохо закончиться для вашего датчика. Датчики очень дорогие. Здесь уже, конечно, при замене кто-то отломал фишечку, но это не так важно. Так, и еще, еще есть такая прям, прям очень-очень важная вещь. Это вот клапан управления турбины, вот он стоит. Мы сейчас просто туда заглянем. У них на всех, на 1,7, на 1,6, у всех одна и та же проблема. При наборе она ускоряться будет не совсем хорошо. Хорошо. Сейчас крышечку вот так откроем. Оп. Так. И смотрим. Вот он. Полностью забит у нас в грязи. Вот она губка. Полностью она в грязи, в песке. Раньше приходилось ослабить педальку газа, и она ехала дальше. То теперь этого не надо будет делать. Так, все. Затягиваем хомут, и, в принципе, закончили. Клема что-то у нас в порядке. Аккумулятор только что-то... А, не затянут болт. Так, эта клемма закручена. Эта клемма закручена, болты что-то потянем. Чтобы аккумулятор не будет холтаться. Потому что кронштейн все стоит, наживленно, все. Готово, просто надо затянуть. Не знаю, кто это сделал. Все. Заводим. Он у нас на механике. Ох, это даже неудобно залазить. Не до конца выжил сцепление. Подписывает какой-то ролик. Так же, как у 1,6 и 1,7, у них есть болячка, вот, подтекает масло. В местах крышки берем. Вот здесь немножко есть. А так, в целом, все чисто. Хорошо. Ну, все, сейчас она будет заводиться, будет ехать. И радовать своего владельца. Это радует, что на вашей станции есть такие специалисты, как Анатолий. Ага. Которые работают не только руками, но и головой. Сейчас сезон. Плохо заводится. Много ест топливо. Не тянет. Приезжайте, записывайтесь. Я думаю, что вашему авто мы помочь сможем. Ну, все, пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok